Здоровенькие были подписчики мотогруппы ВКонтакте М.Петер Раритетович. И это видео будет посвящено настройке опережения зажигания для моторов V50, V501, V50M, V501M. Ко мне обратились в пионеры, которые не умеют гуглить и капельки. Им непонятно, как такое ставить свечное отверстие. Видите, я открутил свечу, чем можно мерить ход поршня. Я, например, использую вот такой штампинг-циркаль с глубиномером, хотя это неправильно. Продуманные пацаны и пацаны, у которых есть деньги, используют индикатор. Там специальная насадочка, вкручивается часового типа, и там до сотых долей кошерно выставляют себе опережение зажигания. Мы, пацаны, бедные. У нас от бедности на своих первых Карпатах я даже использовал обломок рулетки старой, просто разрезал пополам. Там есть миллиметровые насечки. И вот одну полосочку ставил вот сюда, а вторую буквально ложил половинку. И вращая коленчатый вал, сейчас я вставлю штангенциркуль. Надеюсь, видно. Нет, ни капельки не видно. Вот таким вот образом производил замеры. Вот видите, я вращаю коленчатый вал до точки, пока все движение штангенциркуля вверх прекратилось. Это значит, мы достигли так называемой верхней мертвой точки. Ну, это сейчас камеру перенастроил. Секундочку. Перенастроили. Итак, еще раз. Надеюсь, видно. Так лучше видно. Я вот рукой вращаю коленчатый вал. И видите, нижняя часть цангенциркуля двигается. Оп, достиг тот момент, когда она прекратила движение. Вот это и есть наша верхняя мертвой точка. Теперь нам надо сделать опережение зажигания. Это момент возникновения вскры до момента прихождения поршня в верхнюю мертвой точку. То есть, мы берем и против вращения, замечая на рисках, вот от наших, у меня тут 20 мм, проворачиваем коленчатый вал, пока риска не двинется вот на 23 мм. По мануалу опережение зажигания составляет 2,8-3,1 мм до верхней мертвой точки. Будьте внимательны с миллиметрами. И не думайте, что оборот коленчатого вала будет линейно равняться движению ходу поршня. Это не так. Для расчета там применяются специальные тригонометрические функции. Если кто-то не пропускал математику в седьмом классе, то их знает. И намопедисты видел эти формулы. И один ход поршня на миллиметр не будет равняться одному и тому же углу поворота коленчатого вала. Далее мы с вами отпускаем вот эти три винта статора и генератора. И следим, чтобы вот этот вырез, который вы видите, вот он вырез, начинал входить к сердечник по факту датчика. Вот он только начинал, вот этот краешек был на одной линии с краешком сердечника полоски. И все. Вот это правильно установлено будет опережение зажигания. В данном случае в 3 мм до верхней мертвой точки. А завод рекомендует от 2,8 до 3,1. Это все экспериментальным путем подбирается. Хочу заметить, завод рекомендует, типа вот заводская метка, вот она вот на картере и вторая метка на генераторе. Рекомендует, что вот эта вот верхняя часть метки, верхняя, должна быть вот соосно с этим. Если так подумать и вспомнить вращение генератора, если я статор проверну, то у меня зажигание станет слишком поздным. А это значит плохой запуск будет у мопеда. Поэтому не всегда верьте мануалу, включайте мозг, пробуйте подручные пересла. Я уже ранее сказал, что когда были у меня такие времена, когда у меня был мопед, но не было даже штанги циркуля, я брал рулетку, то есть то, что имеет насечки по миллиметру. И банально он полосками рулетки выставлялся, зажигание и прекрасно ездил. Все ходили, как ты это сделал? Говорю, того, без специнструмента. И все. 3 миллиметра до верхней мертвой точки, среднее положение, и мопед поехал. То есть отвели от верхней мертвой точки, отпустили статор, совместили метку на роторе и на датчике. Все, затянули. Вот эти метки врут. А врут они по одной причине. Потому что была перестройка, потому что контроля качества не было, и шпоночные пазы на роторе и коленчатому валу могут не совпадать потом впоследствии с вот этими метками на карте и статоре. Благодарю всех за внимание, за мое нудное видео, которое просили снять. Но она будет, хай будет в моих архивах. Все, всем пока.